Девушки отдыхают 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 Вот, скажем, первый пример. Это бизнес-центр Россия с их, на мой взгляд, очень лояльным пандусом. Вот сейчас мы хотим попробовать, возможно ли отсюда спускаться. То есть здесь, как я понимаю, предусмотрена даже вот такая вещь, как перила. То есть не обязательно даже держаться за колеса, можно очень плавно и аккуратненько спуститься. Видите, все получается. Ну, поедем дальше кататься по городу. Давайте представим следующую ситуацию. Вы спите дома у себя ночью и почувствовали боль, ну, скажем, в ноге или где-то в какой-то другой части тела. То есть вы понимаете, что вас кто-то укусил, но кто укусил, вы не имеете никакого представления. Не стоит терять время на поиски самого вредителя или же на поиски информации в интернете. И поэтому в этом выпуске нашего шоу «Опробовано на себе» я испытаю укус каракурта. Сказать честно, я очень боюсь вообще пауков и всяких насекомых. Но для, скажем так, благой цели я попробую, ну, не попробую, а я должен на это решиться, чтобы вам, опять же, показать и рассказать в своих ощущениях о том, что происходит. В поле ловим каракурта. На самом деле, вот уже нашли маленьких. Ну, есть, в общем, они здесь. Вот здесь паутина. Там маленький паучок, каракуртенок бегает маленький. Вот мы выехали дальше в горы. И вот здесь, под одним из кустиков, под каким, под этим, по-моему, только что я видел уже, вот, самка у каракурта. Вот он. Мы его впоймали. Сот ими. Дырочки, правда, сделали, но потом решили их заклеить. И вот, собственно говоря, еще одна тема, которую хотелось бы затронуть в нашем шоу. В шоу «Опробовано на себе». Тема касается микроволновок. Кто-то говорит о их вреде, кто-то говорит о их пользе. Ну, о пользе, наверное, не говорит никто. Единственная польза, которую они могут принести, это быстрое разогревание или разморозка тех или иных продуктов. А почему хотелось бы затронуть именно эту тему? Потому что микроволновки сейчас появились практически в каждых домах. То есть, ну, это очень такая модная и нужная вещь. Ну, опять же, это мое мнение. Но что можно разогревать в микроволновке? Чего нельзя разогревать в микроволновке? Именно этому мы хотим сегодня посвятить некоторое время нашего шоу. И первый миф, который хотелось бы проверить, это вода, которая не кипит в микроволновке. Но ее температура выше кипения. Чтобы проверить это, мы сейчас разогреем воду. И, ну, собственно, все сейчас сами увидите. Ну, вот вода наша разогрелась. Будем доставать ее из микроволновки и показывать сам эксперимент. Обычный карандаш. К следующему сюжету, если честно, очень долго приходится настраиваться. Ну, объясню так вкратце предысторию, почему мы решили снять у нас в шоу именно эту тему. Потому что сейчас очень много происходит насилия над женщинами. И хотелось бы для женщин показать, какие средства самообороны, скажем, более эффективны. Ну, или какие менее эффективны. То есть есть средства самообороны, которые могут просто взбесить человека, который нападает. Есть средства самообороны, которые действительно могут остановить нападающего. Поэтому мы сегодня рассмотрим классический баллончик с газом. Рассмотрим электрошокер. Ну, я думаю, рассмотрим даже два вида. Ну, скажем, такой он, наверное, будет очень неудобен для ношения. А вот, скажем, такой маленький компактный электрошокер, который удобно будет носить в сумочке и держать всегда под рукой. Единственное, что написано во всех инструкциях, то, что электрошокер или баллончик всегда нужно держать под рукой. И если достали средства самообороны, его нужно применять. Это, как сказал Владимир Путин, что его улица научила, если драка неизбежна, то бить всегда нужно первым. Поэтому давайте сейчас посмотрим, что работает. И, естественно, классический, самый классический удар в пах. И мы посмотрим, что более эффективнее и сколько нужно времени, чтобы нападающий восстановился. Начнем с классического удара в пах. На мой взгляд, это самое эффективное. Я попросил мою знакомую Алину продемонстрировать, как это происходит. Готово? Ну, давай. Еще одним заблуждением является то, что боль от удара в пах чувствуют только мужчины. На самом деле, удар в пах является одинаково болезненным для обоих полов. В общем, мы поняли, что удар на расстояние не такой эффективный. То есть, ну, можно промахнуться. Поэтому мы сейчас попробуем разыграть немножечко другую ситуацию. Попробуем сделать удар коленом. То есть, ну, стандартная ситуация. Я держу жертву. Готово? Готово. Давай. Буду сказать честно. не так эффективно, я бы догнал бы. Ее постоянно разворачивает. В принципе, вот что можно сказать о кресле, кресло по большому счету удобно. Ну, то есть, сидеть в нем удобно. Но единственное, устают руки очень. Потому что, ну, усилия нужны немаленькие, чтобы крутить колеса. И, ну, понимаю теперь вот этих людей. Собственно, вот этот сюжет делается даже не для того, чтобы посмотреть, какие места есть у нас в городе, как удобно передвигаться или неудобно. А призыв о том, чтобы видите человека, да, вот в кресле. Помогите ему, помогите где-то спуститься, где-то подняться. Ну, этим людям, на самом деле, действительно достается очень такая нелегкая нелегкая ноша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна такая тема, это поместить в микроволновку лампочку. Ну, на самом деле, идея бредовая, потому что никто никогда не будет этого делать. Но говорят, это очень красиво. Ну, то есть, лампочка светится, потом она должна, по идее, взорваться. Ну, хотя те, кто говорят, я тоже не особо верю. Ну, предлагаю проверить, что и как с ней произойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Купили вы, скажем, вот такой напиток для своего ребенка. Он оказался холодный, и вы решили его подогреть. Поместили его в микроволновку, поставили на какое-то время и забыли. Что может случиться в данном случае, мне сейчас самому интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При нагревании жидкость должна расширяться, но так как емкость закрыта, давлению некуда деваться. Рано или поздно оно найдет слабое место и вырвется наружу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, не особо, скажем, испортили в микроволновку яйца, и, в принципе, они готовы. Но не советую, опять же, так делать. Ну, и мне стало скучно, поэтому, наверное, приступим уже к таким мерам и посмотрим, что будет, если в микроволновке разогреть, скажем, огнеопасное вещество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, следующее, что мы хотели бы испробовать, это электрошокер. Стандартный, маленький, который удобно носить в сумке и который удобно, наверное, применять. Ну, сейчас посмотрим, как вообще он работает и какой эффект может вызвать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я думаю, электрошокер не сработает. Но он не вызывает, он, ну, как бы, вот сейчас, да, чувствуется слабость вот в этом месте. Ну, и небольшая, небольшая, ну, как сказать, чуть жжет в этом месте. Я прям, ну, слабость сразу почувствовалась. Это я знаю, это бывает, да, после удара током или после электрошокера. Ну, теперь, я думаю, нужно испробовать газовый баллончик. Да. В принципе, поездив по городу, я понял, что передвигаться по городу можно. Ну, естественно, всегда, когда вы видите человека в инвалидном кресле, а сзади него стоит человек, который это кресло, собственно говоря, ну, он им и управляет, он и помогает, скажем так, передвигаться. Сейчас мы едем к подземке, хотим проверить, возможно ли спуститься без травм в подземку. Поэтому, вот, скажем, уже нацепили амуницию защитную, потому что техника предосторожности, безопасности, она должна быть. А машины, ну, водители сами, кстати, совершенно по-другому относятся, нежели к обычным пешеходам. Всегда пропускают. То есть, сочувствие, сожаление у нас в городе все-таки присутствует. Вот сейчас уже становится немножечко посложнее. То есть, я пытаюсь крутить колеса, она падает. Вот, если тот подъем было проехать невозможно, то этот, пожалуй, пересечь будет просто, просто нереально. Даже если она не перевернется назад. Да, 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 давайте. Вот, видите, люди отозвались. Так, 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 так. Вот это то, про что я говорил. В нашем городе люди добрые. Спасибо. Далее мы проверим, реален ли безопасный спуск. Нет, страшно, конечно. Но, по сути, спуститься, конечно, можно. Ну, в принципе, я считаю, что мне повезло сегодня. Другой раз, наверное, бы. Ну что, будем двигаться дальше. Вот еще одно место, которое мы решили опробовать. Здесь мы не увидели пандусов. И, собственно говоря, сейчас попробуем спуститься по ступенькам на инвалидном кресле, где отсутствует такое понятие, как пандус. Если бы не было защиток, наверное, были бы какие-то такие травмы. А это было... Это было прискорбно. Реально ли избежать взрыва при разогревании легко воспламеняющихся веществ? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот это было уже прям повеселее. Горячая наша микроволновка, которую прям аж раздуло. Крышка улетела, стекло выбило. То есть, ну, что не стоит разогревать в этих приборах, то действительно не стоит разогревать. Всем, кто меня не знает, меня зовут Александр Малышев. Это проект опробовано на себе. И это газовый баллончик. Готово? Готово. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А я расскажу про ощущения. Очень, очень тяжело дышать. Я вдыхаю, чуть-чуть, чуть-чуть отпускает, лицо горит. И когда вдыхаешь, как будто... А, как жоп. А, как жоп. Да какой воды у меня горит, все пи***ец. Дайте, что-нибудь холодненького. Да какой лоб, пи***ц. А, пи***ц. А, пи***ц. Из всех средств самообороны самым действенным оказался газовый баллончик. Они, кстати, бывают нескольких видов. Аэрозольные, стройные и пенные. Советую взять два вида. Пенные и аэрозольные. Так как пенные можно использовать в помещениях. А, давай, давай, быстрее. Подожди, подожди, подожди. Ого. Я даже не знаю, что сказать. Я могу сказать только одно. Из всех средств самообороны, которые я пробовал на себе. Перцовый баллончик. Как он называется, перцовый баллончик? Шок, да? По-моему, российского производства. Это просто нечто. Я испытаю укус каракурта. Сказать честно, я очень боюсь вообще пауков и всяких насекомых. Еще раз напомню. Шоу пробовано на себе. Меня зовут Александр Малышев. Готов? Готов? Давай. Давай. Простите, я не боюсь. А-а-а. Если вас что-то укусило и вы чувствуете боли, немедленно звоните в скорую. Распространившись по всему телу, яд начинает действовать более активно. Появляется отдышка, сильная боль в районе лимфатических узлов. Нижние части спины. В области грудной клетки. Доберитесь до ближайшего медицинского пункта и объясните ситуацию. В большинстве медицинских учреждениях есть антитоксичный раствор против укусов насекомых. И все-таки основным правилом при укусе каракурта является немедленное посещение медицинского учреждения. Так как последствия воздействия яда на человека может быть губительным.